Присаживайся поудобнее, ведь как всем известно, вскопав стены нашего комплекса, все что тебя ожидает. Это 100 метровое свободное падение до воды, что размажет тебя об асфальт. Всем привет, друзья, это второй The Escapist и карта от подписчика. Ух ты, вот это, да, вот это здесь заключенных, а самое главное, посмотрите, сколько офицеров. Количество этих у других меня просто поражает, но перед тем, как мы окунемся в эту тюрьму, я хочу сказать огромное спасибо подписчику, а именно Чика, за эту карту. Хоть мы еще с вами ее и не видели, но я уверен, что она нам понравится, потому что она, как минимум, с текстурами, так что, Чика, братишка, тебе огромнейшее спасибо и в благодарность я оставлю ссылку на него в описании. Так что вы смело сможете найти его вконтакте и поблагодарить за эту карту, ну или предложить вообще какую-то свою идею. Ну а мы с вами продолжаем наши ковбойские приключения и, хух, я испугался, что нас обделили с самого начала. Просто я увидел, что у наших соседей есть душ с туалетом, а у меня я не увидел. Но нет, все хорошо, у нас есть точно такой же кабинет и какие-то очень странные крутые стенки. То ли это не стена, а вообще стекло, и у нас здесь прозрачные стены у нас в камере. Вот это я понимаю уровень безопасности, то есть получается, если офицер просто будет проходить мимо камеры, он будет видеть, чем мы занимаемся. Я этим крайне недоволен. Но, в принципе, нас мало кто спрашивает и, исходя из прошлого опыта, да, я знаю, что этот чувак делает очень крутые тюрьмы, мы прям моментально берем задание, потому что, ребята, скорее всего, меня избивают. Тише-тише, офицер, огромное спасибо, что заступили за меня. Я даже не буду разбираться, кто за что меня начал бить, я просто беру новое задание и все, ребят, потому что деньги нам потребуются. Нам на самом деле потребуется вообще все, и тут было очень много заданий, я всех их пересмотрел, но, к сожалению, задания курьера у нас не было. Самое легкое задание дискредитации, надо просто подложить земельку, наверное, в столик, и мы за это получим целых 25 баксов. Так что работа, ты немножко подождешь, ты 100% у нас стандартная, ну а я первым делом подкладываю земельку вот в этот столик и получаю свои первые деньги. Также нам повезло, и здесь сразу же есть вещи для следующего задания, это у нас одежда медика. По поводу побега я еще понятия не имею, но то, что мы находимся под землей, конечно, наталкивает только на одну мысль, подкоп. Так что заранее будем готовить себя к... к лопатке и стырим лист металла, который, к сожалению, с нами на работу не отправится, потому что все-таки на этой карте есть металлоискатели, а я уже обрадовался. Просто я подумал, раз в столовой их нет, значит и во всей карте их не будет. Нет, я ошибался. Получается, мы с вами ведем ночной образ жизни, сейчас на часах только 2 часа ночи, но почти уже 3. В этом есть как свои плюсы, как и свои минусы. Плюсы в том, что, допустим, я вот прямо сейчас могу делать свой подкоп и побег и так далее, и снайперам мне не помешают. Минус заключается в том, что мне в течение этой ночи придется наблюдать режим дня, а уже когда настанет ночь, когда у меня будет, то есть уже день, когда у меня будет свободное время, снайпера просыпаются. И тогда-то наступает задница, тогда на поверхность мы выбраться не сможем. Но смотрите, что я нашел, это наша заветная лестница наверх, на свободу. Даже боюсь открывать тебе карта, даже боюсь представить, какие тайны ты здесь хранишь. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас, хе-хе-хе, это вентиляция, хуя уже испугался. А на втором этаже у нас тоже есть некоторые сюрпризы, и здесь даже есть еще и третий этаж. Ух, ребята, я вот, конечно, не хочу делать догадки раньше времени, но у нас, кажется, будет не одна серия по этой карте. Вот такие-то карты я как раз и люблю, где мы должны совершать на просто огроменные продуманные подкопы, побеги и так далее. И смотрите, нет, я не радуюсь тому, что нашел напильник, я радуюсь тому, что нашел метлу. Это у нас, кстати, был столик ремонтников, и почему он находится в свободном доступе? Ой, чувак, как раз ты на меня нападаешь, и как раз я только что нашел метлу. Что я тебе такого сделал? За что ты на меня обиделся? Я просто стоял рядом, и все. Постоянно в этой тюрьме кто-то дерется, постоянно кого-то избивают, и самое обидное, что медики здесь находятся прям, ну, очень рядом, и я даже иногда просто-напросто не успеваю обыскать заключенного, которого избили. Здесь на полу есть какая-то грязь, или подождите, если приглядеться, то это не грязь, а тень от решетки. От решетки вентиляции, и да ладно, из этой комнаты мы с вами сможем подняться в вентиляцию, и в принципе, в принципе, это может работать, смотрите. Эта самая вентиляция идет по прямой и прямо практически в ту комнату, где у нас есть лестница наверх. Самое главное, минуя эту дверь с белым ключом, и все, ребята, у нас с вами уже есть план побега, но насколько этот план правильный, никто не знает. Вещь номер один при таком побеге, это, конечно же, отвертка, чтобы решетка, после того, как мы ее сломаем, нам выпала, и мы могли ее вернуть на место. Потому что, кто знает, кому вдруг захочется прийти в это помещение, возможно, здесь будет проходить мимо офицер, который нас палит, или даже обычный заключенный, который тоже нас сможет спалить. Так что, конечно же, предмет номер один, это отвертка, ну а дальше логично будет сделать красный ключик. Судя по количеству зэков, у нас не будет проблем ни с деньгами, ни с вещами, так что все, что мы должны сейчас сделать, это просто уйти с переклички и пойти обыскивать столики заключенных, и причем, да ладно. Здесь много таких столиков, которые как бы никому не принадлежат, но именно в таких столиках можно найти реально крутые вещи. Вот, допустим, как в этом зажигалочка, которая нам потребуется для крафта ключа, и, хм, даже фольга есть. Но прямо сейчас, прямо на нас смотрят офицеры, которые, конечно же, нас спать, ладно, поэтому из этого столика ничего воровать не будем. Создатель карты прямо специально напротив этого столика посадил, черт возьми, офицера, и да-да-да, тальк мы уже нашли. Почему я так радуюсь? Да потому что тальк, это на самом деле очень редкий предмет, и я очень сильно буду радоваться, если я найду и зажигалку, и зубную пасту, и так, нескрепка нам как раз не нужна. А вот напильник вполне потребуются кусачки, и нам тоже нужны. Мы с вами только начали обыск камер заключенных, и да, я был прав, ребят, это никакая не стена, это у нас, ну, то есть не сплошная стена, это у нас стекло, через которое офицеры на спроса с огромным удовольствием палят. И да ладно, в принципе, хотя бы спасибо на том, что здесь нет камеры видеонаблюдения, и у меня есть хоть какой-то шанс обыскивать эти самые камеры заключенных, и ё-моё, да ладно, вы посмотрите, как близко находится лазарет к нашим камерам. Чувствую умирать на этой карте, будет одно удовольствие, и медперсонал очень быстро будет до нас добираться. Продолжаем обыски, и ё-моё, целых две изоленты, ещё одна зубная паста, теперь надо быть поосторожней, эти предметы я не хочу проигрывать. Изоленты нам, конечно же, потребуются для крафта кусачек, ну, нам ещё кое-что осталось найти, это гребень для того, чтобы мы могли скрафтить себе красный ключик. Как раз его-то мы не можем найти, и ё-моё, стоило мне это произнести вслух, как вот этот предмет мы нашли, ребята, всё для крафта ключа. Ну как всё, для начала нам надо найти сам красный ключик, а ещё до этого прокачать интеллект. Ещё один столик, который никому не принадлежит, и да ладно, готовая лопата, это мне нравится. Ещё один гребень, и ещё одна зажигалка, ладно, на всякий случай возьму запасной гребень. Никто никогда не знает, какие приметы тебе потребуются для побега, вдруг нам потребуется отверточка, и да ладно, да ладно, я нашёл тебя. Но вообще-то я говорил о том, что ещё один гребень нам не помешает, потому что для побега может потребоваться не один ключик, а два. Просто идеально, нашли уже отверточку, но есть как свои плюсы, так и минусики. И подождите, вы тоже это видите? Здесь всё это время была просто дверь, и получается я этот самый миндалый искатель смогу обходить. Да ладно, вы чё, издеваетесь что ли? Да хватит изо мной гоняться, и... Да он у меня даже ни разу не ударил. Это капец, какие хорошие новости, вы понимаете? На этой карте как бы и есть металлоискатель, как бы и жопа, но как бы мы нашли способ его обойти? Это такой мини-лайфхак от создателя карты, чувак, это очень классно. Но как минимум мне понравилось, и раз так, раз мы имеем свободный доступ на перекличку без металлоискателя, значит мы прямо сейчас можем выполнить... Эм... Нет, не такое задание. Я просто думал, сейчас обыщу столик заключённого, и мы... Что? А какой здесь предмет... Я не понял. А какой здесь предмет запрещённый? Одежда заключённого, метла, воски, гвозди. Гвозди запрещённый предмет, а с каких это пор? Самые обыкновенные гвозди, хорошо. Проблема в том, что мы не отметились на перекличке, и лучше нам сейчас умереть, а то потом будут проблемы. Серьёзно, ребят, никогда мы не подумал, что... После того, как нас избивают, вводят изоляцию. Я очень сильно надеюсь, что это не из-за нас, потому что это из-за нас. Это из-за нас замечательно, ребята. У нас отбирают все наши предметы, которые у нас были, и... Просто, жесть, из-за чего мы спалились? Из-за гвоздей. Да уж, я сейчас пребываю в небольшом шоке. Хорошо, что у нас прямо сейчас с собой не было никаких супер важных предметов, типа там красного ключика или так далее. Тогда бы я, ну, очень сильно расстроился. Ну, да ладно, теперь это для нас будет служить таким небольшим уроком. Ребята, гвозди запрещённый предмет на уровне, там, не знаю, с кусачками. Мне не обидно то, что нас избили. Мне на самом деле обидно, что у нас забрали вещи для выполнения задания. А это было лёгкое задание. Понятия не имею, почему при изоляции у тебя забирают не только запрещённые вещи, а вообще и всё, что ты имел. Вы сами видели, у меня было задание жертва моды, и для этого задания я должен был просто принести ему самую обычную форму, не запрещённую, просто та, которая на нас сейчас надета. И да, у нас просто-напросто её забрали. Хорошо, в принципе, и без денег у нас идёт всё крайне хорошо. Прямо сейчас, ой, что происходит? Задания прям подряд идут. В один столик подложил грязь, в этом же столике нашёл форму, в соседнем столике стырил клей. Прикольно, сейчас у нас будет реально много денег. Выполняем очередное задание и смотрим до... Чего? 200 долларов за 2 дня? Чё-то крайне сильно много, по-моему. При том, что я даже никого акцента на работе не делал, я просто так по приколу выполнял задание, ещё даже у меня осталось всё время на обыске камер заключённых. Капец, просто мы с вами потрудились. Но здесь есть как свои плюсы, так и минусы. Да, у нас много денег, да, на эти деньги я смогу купить прям все вещи. Но, к сожалению, заключённые в этой тюрьме к нам крайне плохо относятся, и просто купить, допустим, у этого человека я ничего не смогу. Для начала нам с ним придётся немного подружиться, но первым делом я предлагаю вам ничего не покупать. Потому что, посмотрите на наш столик, он просто-напросто уже переполнен, и надо что-то уже начинать крафтить. И, конечно же, первым делом мы скрафтим кусачки. А кусачки без интеллекта не кусачки. И я с самого начала не обратил на это внимания. Но, ребят, реально, автор карты не врал. Вы только посмотрите, какая здесь огроменная высота. Мы хоть с вами и находимся под землёй, но реально падать вниз нам многовато, вы сами посмотрите. Значит, при побеге нам надо быть особо осторожными. Но о каком побеге может идти речь, если мы с вами просто-напросто не найдём библиотеку? Возможно, я где-то пробегал уже мимо неё, но тогда я говорил о чём-то другом. Сто процентов был такой случай. Но, правда, когда я вам уже о чём-то рассказываю, я не могу рассказывать о чём-то другом параллельно. Так что, ребята, сори, если я её реально пропустил. Или даже не пропустил. Я видел одну библиотеку, которая находится, по-моему, под красным ключом. И всё, больше здесь ничего нету. Неужели наши с вами офицеры запретили нам доступ к книгам? Это будет крайне странно. И вот всё, что я смог найти. Это единственная библиотека, которая есть на этой карте. Ну ладно, не единственная на карте, а единственная, которую я смог найти. Хорошо, давайте поищем ещё немножко. Уже без записи я пробежала с самого начала до самого конца. И, знаете, я, правда, ничего не нашёл. И это меня крайне даже пугает, наверное, потому что для побега мы сможем использовать только стандартные предметы. Мы даже с вами не сможем получить доступ в это помещение с красным ключом, потому что для него требуется красный ключик, для которого требуется интеллект, для которого нам это помещение и требуется. Да ладно, побег набирает совершенно другие обороты. Я думал, что реально сейчас скрафтим какие-нибудь крепкие кусачки, у нас всё будет чётко. Нет, нифига, что-то типа побега в стиле бомжа, потому что, ну, ничего, крафтить мы с вами не будем. Будем использовать те предметы, которые нам даны с самого начала. И да, в принципе, можем получить, во-первых, грузделей от заключённого, который совершенно случайно на нас нападает. И нифига себе, сколько зэков дерётся-то одновременно. Пожалуйста, офицер, меня защитите и дайте мне вообще подумать над тем, что сейчас происходит. Получается вот та радость, которая была от Таль, казунной пасты и так далее, она просто угасает. Ключ мы всё-таки на этой карте крапить не будем. И подожди, подожди, подожди. Ключ же нам нужен для того, чтобы выбраться из того помещения, когда мы спрыгнем из вентиляции. Допустим, смотри, в это помещение мы всё-таки сможем попасть, открыть люк и залить в вентиляцию. Далее по вентиляции мы проходим вот сюда, вот в эту область, спрыгиваем вот здесь вот и оказываемся под красным ключом. И что делать дальше? Подкоп? Вряд ли. Стенку мы здесь никак сломать не сможем. И красный ключик. Очень жалко, что мы будем сбегать без тебя. Рабочее место никто и рабочее место никто. И соседний столик тоже стол ремонтника. В принципе, если были бы это столики офицеров, я бы мог попытать удачу и, в принципе, обыскать их. Потому что все вы уже знаете, в столике офицера есть небольшой, но всё же есть шанс найти красный ключик. Совершенно готовый красный ключик. Хорошо, в принципе, на этой карте где-то должны быть столы офицеров. И, возможно, если мы каким-то образом до них доберёмся, то у нас и будет красный ключик. И тогда будет сбежать намного легче. Но что мы видим на данный момент? Только столики медработников и столики, которые никому не принадлежат. Офицерских столиках на горизонте просто-напросто нету. У нас есть ещё одна лестница на второй этаж. Но она, скорее всего, нам никак не потребуется, потому что у нас нету просто к ней доступа. Здесь дверь с белым ключом. Здесь стенка не ломается. А что насчёт вентиляции? Её здесь нету. Но дальше идёт какие-то странные, очень странные помещения. Скорее всего, это пристань. И получается, в эту зону мы как-то с вами можем попасть. Но как? Вот здесь как будто какая-то разрушенная шахта. Возможно, именно здесь мы сможем как-то обойти и дойти до пристани. Пока что мы с вами можем строить только свои предположения. И на данный момент у меня нет ни одного плана, как мы будем отсюда сбегать. Но есть одна небольшая догадка. Если всё-таки в этом помещении мы сможем сделать подкоп, здесь пол ломается, то мы сможем выкопаться вот здесь и подняться на второй этаж. Проверить это у нас как-то вряд ли получится. Хотя здесь, в принципе, одинаковое покрытие. Если пол будет ломаться здесь, то он может ломаться и тут. Для проверки данной теории у нас есть лопата. Но у нас также есть и металлоискатель. А, пофиг, ребят, давайте рискнём. Хватаем нашу лопату абсолютно сырую, абсолютно непрокаченную. Ну да, спасибо хотя бы на том, что у нас есть вообще хоть какая-то лопата. Проходим через металлоискатель. Палимся, конечно же, но офицеры не будут гоняться за мной. Они проверят только металлоискатели. Момент истины, ребята. И да-да-да, смотрите. Всё-таки здесь мы сможем сделать подкоп. Главное, чтобы мы могли там выкопаться. И теперь у меня только один вопрос. Зачем мне лезть в вентиляцию, если я прямо сейчас, прямо вот здесь, вот смогу начать делать свой подкоп. Да, здесь, в принципе, и вправду мы можем копать. Ё-моё. Без крутых лопат, вообще без предметов будет крайне сложно копать. И подожди, а чем мы вообще сможем копать? Просто ладно, обычная стена. С ней можно расправиться не киркой, а просто ломиком. А что насчёт подкопа? Я смогу делать подкоп чем-то другим, помимо ложек? Или у нас только один вариант искать, пока нам повезёт. И всё-таки в столиках мы найдём лопату. И, в принципе, это крайне относительно. Потому что иногда у нас просто куча таких запрещенных предметов. А иногда за целых 10 дней мы ничего не находим. Но одно я знаю прямо сейчас точно. Нам потребуется, ну, очень много денег. Очень много. Все предметы, которые мы сможем с вами найти, будут использованы как просто расходной материал. И просто есть предмет, и его уже нету. Ничего крутого из него мы не сможем сделать. Это крайне забавно. И эта карта, по-моему, ну, очень интересная. Так и прошли наши первые 2 дня. В этой тюрьме сделали просто огромный прогресс. Заработали кучу денег и даже придумали, как можно отсюда сбежать. Самое главное, чтобы всё-таки с помощью ломика можно делать свой подкоп. И тогда мы сбежим немножко быстрее. А если же этот подкоп можно делать только ложками и лопатами, здесь будет, ребята, просто жесть. Мы здесь остановимся ещё на парочку месяцев. Потому что это вам не первый заискипец, где подкоп можно легко сделать ложками. Здесь одна ложечка сносит 1% земли. И ломается буквально за 2 удара. Вы понимаете, какое огромное количество ложек нам потребуется. Я очень сильно хочу надеяться на то, что нам, во-первых, будет везти на крутые предметы, а во-вторых, на готовые лопаты. Но повезёт нам с вами или нет, мы уже узнаем в следующей серии. Потому что на этом мы с вами будем заканчивать. Говорю вам всем просто огромнейшее спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. И отдельное спасибо Чика за эту крутую карту, которая на самом деле... Слушай, здесь есть какой-то ещё проходик, который ведёт вообще непонятно куда. Со всем этим мы будем разбираться уже во второй части. А на этом, ребята, я желаю вам огромнейшей удачи и до новых встреч на моём канале. Всем пока!